Мне тоже, когда я говорю Марина Берестова, мне говорят там, девочка Марина, а где твоя машина сразу? Автоматически получается, или там. Я начинаю объяснять, что это не совсем только я, вот, а бывает еще, там, я играла, правда, с машинами, я говорила, там, машинки спят ночью, и Корнея Ивановичуковский сказал, вот откуда взялась, значит, про машину. Но вот Елена Анатольевна Поленова, внучка, знаменитого художника Максима Поленова, она сказала, что нет, что это Поленова было написано, и это ее сын Федя, мой друг самого детства, он очень не любил есть, и ему ставили там машины рядом, и кормили его, и на машину чашку, и на машину кашку. А потом оказалось, что такая Марина, не только я одна, а была, может быть, папа как-то почувствовал, что есть другая Марина, которая тоже играла с машинами, это замечательный поэт и переводчик Марина Бородицкая. Да, я была уверена, совершенно, причем уверена, у меня была эта книжка, мне ее купили там лет пять, наверное, нам сколько было, лет пять, когда книжка вышла, да? Лет три. Наверное, значит, и мне три, мы одногодки, по-моему. Но, в общем, я была уверена, что это про меня написано, конечно. Вот девочка Марина, а вот ее машина. Но, в общем, Валентин Дмитриевич Берестов был таким немножко, ну вы еще тут «Капитанскую дочку» не читали, да? Или кто-нибудь читал. Ну вот он был немножко нашим таким дядькой Савельевичем для нашего вообще поколения. Поэтов, бардов, там, некоторых прозаиков, которые писали для детей и не только. Но мы знаем все, как Валентин Дмитриевич взвивался буквально, причем добрейший Валентин Дмитриевич, который не мог даже графоману там сказать, вот, знаете, это очень плохие стихи. Он говорил, вот, голубчик, знаете, надо еще немного подумать, и вот на этом месте должна быть ваша лучшая строчка. На самом провальном месте, видимо, вот он говорил. Ну, то есть добрейшей души был совершенно человек, но он страшно взвивался, когда говорили, вот, к нам пришел детский поэт. Он говорил, какой еще, да, Марин? Какой там еще поэт старушечий? Там стариковский, женский, мужской поэт, он всегда, он, поэт он и есть поэт. И я как-то вот это усвоила тоже на всю жизнь. И вот он для такого поколения поэтов, он был для нас таким немножко дядькой Савельевичем. И мы между собой, ну, конечно, ну, не в лицо, но между собой мы его называли дядя Валя. И даже один раз на какой-то его юбилей мы вот с Гришей Кружковым сочиняли пародию на Кушнера и Гладкова. И что-то такое мы изобразили даже. Мы сказали, дядя Валя, зря вы так переживали. Ну, и так далее. Вот. Я тогда почитаю, ну, буквально чуть-чуть, вот, то, что я знаю наизусть из дяди Валей. Вот, замечательные его абсолютно юридические стихи, предназначенные для всех. Вот от трёх до... там, ста трёх. Ой. А ничего я вытащила эту штуку? Я никак к ней приспособиться не могу. Вот. Урок рисования. Учитель положил на стол морковку. И с уважением слушал ученик. Вон тот бочок в тени, дадим штриховку. А этот на свету, положим блик. Малыш трудился, не жалея сил, Штриховку на морковку наносил. И всё ж явились рядышком с морковкой Два зайца, пароход, солдат с винтовкой. Гениально, да? А вот это прямо, вот это прямо такое стихотворение, какой-то такой вот урок мужества. Три копейки несу в кулаке, связан честным мальчишеским словом, продавщицы в пуховом платке, продавщицы в ларьке продуктовом. Что случится, не знаю и сам, Но ужасное что-то случится, если я не отдам, если я не отдам этот тягостный долг продавщицы. Интересный такой вот урок честности. А я такой ещё немножко литературный лекарь-аптекарь, потому что вот мы с Жанной Переляевой много лет, уже 20 на самом деле лет, прям страшно даже, да, самим. Ведём такую передачу на Радио России, называется она «Литературная аптека». И вот буквально в ближайшие дни, вот буквально завтра мы будем записывать литературную аптеку, у нас уже там время поотнимали, уже 10 минут отгрызли у нас, но всё-таки мы ещё кое-как дышим. Вот, и буквально завтра мы будем записывать литературную аптеку о весне и надежде, мы будем там лечиться, как я это сформулировала для нас, от затянувшейся зимы снаружи и внутри. Вот, ну вот мы будем там лечиться стихами о всяком потеплении, о весне, об оттепеле, о надежде. И вот у нас там будут фигурировать обязательно стихи Валентина Дмитриевича, в частности такие. «Дружно ударились рыбы об лёд, и на реке начался бедоход». Вот, взрослые понимают, сидящие в зале, что это стихи не только для малышей, хотя они и для малышей годятся, правда же, даже для трёхлетних. Вот, и вот такое ещё у нас будет. «О чём кричат воробушки» или «Поют», да? «Поют, по-моему». Кричат, да? «О чём кричат воробушки в последний день зимы? Мы выжили, мы дожили, мы живы, живы мы». Ну вот, пока ещё живы, но и просто, чтобы, так сказать, отчитаться перед дядей Валей немножко, я прочту из таких последних своих там стихотворений, забавных. Ну и чтобы дети посмеялись немножко, а то как-то всё грустно. Урок рисования. Было? Да? Нет, да, я своё тоже. Ой, что я вру, это не урок рисования, это пятёрка по рисованию у меня называется, вовсе даже. У меня пятёрка по рисованию. Выйду в скайп, обрадую дедушку Ваню. Фото выложу маме в инстаграме. Извещу папу по ватсапу. А бабушку Милу просто помылу. Она ещё не освоила твиттер, но вяжет мне очень продвинутый свитер. Ну, вайбер я не задействовала, но ватсап это же практически то же самое, что вайбер. Ясная погода нынче в интернете, в папином айфоне, в мамином планшете. Ясная погода, не дождинки значит. Выводите велик, выносите мячик. Пусть на роликах народ волю накатается. За окошком, правда, льёт. Но это не считается. Вот. Очередное стихотворение украдено. Все эти стихи украдены у моей внучки Майки. Все вот эти вот темы. Вот это тоже. Как она английский закучит. Я знаю, как по-английски завтрак, обед и ужин. Я знаю, как по-английски будет мы с мамой дружим. Я знаю, как по-английски яблоко и банан. Я знаю, как по-английски скрипка и барабан. Я знаю, как по-английски кубики и картинки. Я знаю, как по-английски курточка и ботинки. И дождик знаю, и ветер. Но рот на замке держу И вам ни за что на свете Этого не скажу Вот тоже такое Из последних совсем Это письмо зубной феи Уважаемая фея Я что-то не пойму Вы за пятый зуб оплату Задержали Почему? Я за первые четыре Получила горсть монет А за это Ни монетки Ни конфетки даже нет Папа с мамой на работе Ждать их долго, целый час Так что фея, дорогая Вся надежда лишь на вас Ну у нас прижилась, да, эта зубная фея Ну последняя, я считаю, так сказать Лейтмотив моих последних лет Бабушкой быть чрезвычайно легко Псани впрягайся Давай молоко Лай и мурлыч Охраняй и паси И шоколадные яйца неси Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!